Информация к размышлению Воспитывался Дмитрий Бабулев, Сарой Песоханой, или более известной в советском миру, как Софья Петровна, которая и заложила у мальчика осознание еврейства и двойных стандартов. С детских лет Дмитрий проявлял любознательность, и курить он стал тоже взаимопытским, но так и не смог избавиться от этой привычки. Музыка стала неотъемлемой частью жизни Дмитрия и даже спасла его во время службы в советской армии. Шли годы, и на каком-то этапе Дмитрию пришлось вступить в ряды КПСС. Краткая характеристика члена КПСС Дмитрия Львовича Котлярского. Истинный историк. Используя багаж знаний, может заговорить до смерти. В отношениях с коллегами Ровен, в связях поручащих его, незамечен. Приехав в Израиль, продолжил активно трудиться на благо партии АВНБТЗ. Уязвимое место. Внук Лирой. Мальчик, так же как и его дед, с большим любопытством относится ко всему вокруг. Мальчик, так же как и его дед, с большим любопытством относится ко всему вокруг. Мальчик, так же как и его дед, с большим любопытством относится ко всему вокруг. Мальчик, так же как и его дед. 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 Но это еще не все. Кто за то, чтобы признать работу удовлетворительной? Ну а почему удовлетворительной-то? Признать работу хорошей. Дима сказал, что сейчас только начнется. Он уже начал всем. А вот он уже начал. Мыслящий человек просто обязан время от времени это делать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok